Есть огромная дискуссия, она ведется очень давно, среди тех людей, которые считают, что БАДы, то есть витамины, минералы, все, что находится, биологически активные добавки, то, что находится в банках и должно заменить нам витамины, которые мы якобы должны получать из еды. Вот одни говорят, это вредно, другие говорят, это полезно. Те, которые говорят, это вредно, они считают, что действительно, если вам нужен витамин С, съешьте апельсин, нужен вам каротин, съешьте морковь и так далее. Те, кто говорят, что это полезно, утверждают, что чтобы получить суточную дозу витамина С, нужно съесть не один килограмм апельсинов. То же самое с каротином, тем более непонятно, как эту морковку вырастили. То есть вот такой разброс, и это всегда меня наводит, но я не знаю, что мне делать, принимать витамин С или не принимать мне витамин С? Есть не апельсины. Есть апельсины? Или не есть килограммовый? Да, понимаешь или что? Я знаю, кто нам может помочь. Я тоже знаю. Вы пригласили Алексея Ковалькова, диетолога. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. И нам нужно ваше экспертное мнение, что нам делать с витаминами и минералами. Кстати, БАДы, это не только витамины и минералы. Биологически активные добавки, это вещества, которые катализируют определенные действия в организме. И действует это очень плавно и мягко. Ну вот давайте представим себе, вы едете за рулем машины, у вас есть машина, умеете водить? Да. Да, да, умеем. Вот представьте, едете, у вас загорелась лампочка масла. Что надо делать? Скорее в сервис. Два варианта. Первое, поехать в сервис, а второе, выкрутить лампочку. Едешь дальше, и ничего не горит, ничего не мешает. О, как мы же понимаем, что вред-то наносится. Естественно. Так вот все лекарства, которые, лекарства, которые выпускают, они действуют именно так. То есть у вас болит голова, вам что дает? Таблетку. От головной боли. У вас давление, вам назначают таблетку. От давления. Температура? От температуры. Живот болит от живота. То есть лечат симптоматически. Теперь скажите мне, если у врачей забрать антибиотики и гормональные препараты, что они смогут вылечить? Реально. Большинство болезней не вылечивается, а переводится в хроническую стадию. Человек живет и постоянно употребляет вот эти медицинские препараты. И сейчас идет огромная война между производителями БАДов и производителями лекарственных веществ. И в зависимости от того, какие проплачены деньги, у нас то лекарства все поддельные, да, то БАДы все это отрава и обман. Истинных, как всегда, где-то рядом. Как работают биологические активные добавки? Они работают очень медленно, постепенно. Но они работают, выравнивая внутренние циклы в организме, выравнивая процессы обмена так, что человек выздоравливает. То есть можно сказать, что это элемент профилактической медицины, о которой врачи уже давным-давно забыли. У нас ее просто в России не стало. Когда ездили на курорт и пили какие-то витамины, добавки, мы об этом забыли. Мы лечим сейчас медицину по факту. Болит, туда и вводим. Если не помогает, то ампутируем. То есть, грубо говоря, если ты принимаешь БАДы, как я сейчас, может, я не так понял, то если ты принимаешь БАДы, то БАДы помогают твоему организму бороться с твоими болезнями или как-то. Бороться и вести профилактику. Превентивная, превентивная мера. Есть БАДы, например, которые при... И самое интересное, вот все говорят многие, что что я говорю БАД, ерунда какая-то. Вот я всегда привожу один очень интересный пример. Есть всего два препарата медицинских, за открытие которых дали Нобелевскую премию. Один из них – статины, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, развитие атеросклероза. Борется с плохим холестерином. А второе – это БАД, который называется коэнзим-Ку-10 или убихинон. И великолепнейшее вещество, которое воздействует на сосуды, улучшая ее эластичность в 4 раза. А омега-3 жирные кислоты признаны во всем мире. Сейчас все американцы каждый день употребляют эти омега-3 жирные кислоты, потому что они восстанавливают эндотелий сосудов, поврежденные углеводами. Когда образуются язвы от углеводов, от сахара, то они восстанавливают этот эндотелий. Единственное в мире, что может восстанавливать. То есть есть уникальные вещества, которые лечат организм изнутри, нормализуя жизненный цикл. Еще очень важно, если покупать биологические активные добавки, то очень важно такой значок. Это как знак качества раньше. Он называется GMP – три буквы. Это значит, что этот препарат сделан наивысшей качественной пробы. То есть шикарное оборудование стоит. Знак присваивается международный. То есть приезжают из Европы, проверяют все, натуральные компоненты в основе. Существуют какие-то безопасные БАДы для похудения. Потому что вы же помните все эти скандалы с тайскими таблетками и так далее? Ведь все этим увлекались повально, и результаты были страшные. Люди, я знаю, у меня много знакомых, которые до сих пор набрали десятки килограммов и никак не могут с этим справиться. При похудении мы ограничиваем рацион питания. То есть мы и так недополучаем определенные витамины, микроэлементы. А когда мы ограничиваем, то это вообще мизер остается. И вся наша биохимия внутренняя начинает идти в разнос, начинает идти неправильно. Этого не хватает, этого. Поэтому биологически активные добавки необходимы как компонент замены, как компонент дополняющий. Но сами по себе, а не сжигать жир, ты выпил таблетку, утром все рассосалось, заодно ушла килоидная рубца и нежелательная беременность. Таких вещей не бывает, это фантастика. В эти вещи верить нельзя. Продолжение следует...